В эфире Вести Алтай Агробизнес. Здравствуйте! В студии Дмитрий Клишин с новостями агропромышленной сферы нашего региона. Свет в конце тоннеля. Власти предлагают конкретные решения для стабилизации цен на зерновом рынке. Чем богаты алтайские аграрии представили товар лицом. Мечты сбываются. Кооператив из Смоленского района строит свой молокозавод. Подробнее обо всем этом прямо сейчас. Главный вопрос дня. Что будет с ценами на зерно? Алтайские аграрии задавали его в письме президенту власти края в обращении в правительство. Похожий ответ получен. Повышать закупочные цены на зерновом рынке в Сибири планируют проверенным способом с помощью зерновых интервенций. Первый вопрос это зерновые интервенции. Я вот на прошлой неделе в Москве, вы знаете, и принимал участие на совещании у Казака последнему по бюджету и есть такой международный аграрный клуб, очень солидная площадка. На уровне минсельхоза, по моим ощущениям, решение уже созрело. Мы его ожидаем. О начале точечных зерновых интервенций. Мы рассчитываем на то, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где такие интервенции будут начаты. То, что в комплексе решений федеральных ведомств не устраивает производителей и переработчиков нашего региона. Алтайский край не вошел в число тех, где вводится льготный тариф на перевозку зерна по железной дороге. Хотя в вывозе непереработанного зерна край не заинтересован. Однако льгот на перевозку растительного масла, муки и макарон не предусмотрено. Хотя в этой связи есть и обнадеживающее высказывание. Первый вице-премьер регионального правительства Александр Лукьянов прогнозирует рост спроса на алтайскую пшеницу. Цитирую. В Алтайском крае цена выше других регионов Сибири. В среднем 6400-6600 рублей за тонну. В центральной России пшеницы третьего класса не так много. Все понимают, что цена скоро начнет расти. Но что наш край сможет предложить при повышении спроса? По данным Центра оценки качества зерна в регионе одно из лучших предложений в Сибири. Так кормовое фуражное зерно не превышает 14% урожая. Остальное имеет продовольственные кондиции. Самая дорогая и ценная пшеница второго класса с клейковиной порядка 30% составляет восьмую часть урожая. Еще 48% составляет редкая в других регионах пшеница третьего класса. И в этом сезоне с полей убрали до 40% хлеба четвертого класса, что тоже относится к продовольственному зерну. Добавлю к этому, за последние 10 месяцев за пределы региона вывезли годовую норму – миллион 760 тысяч тонн муки, крупы и зерносмесей. Алтайский край аккредитован для поставок зерна в Китай. Федеральные власти решают вопрос на беспошлиный экспорт в КНР около 10 миллионов тонн муки. На Алтае производители представили потенциальному покупателю товар лицом в рамках биржи деловых контактов «Алтайпродмаркет». Вот так по-новому звучат названия привычных алтайских продуктов. Буклеты с иероглифами, посты в WeChat и Weibo. Это китайские аналоги Инстаграма и Фейсбука. Местные видеостримеры едят алтайскую муку, варят алтайские макароны, пробуют растительное масло, популярность которого растет с количеством просмотров в интернете. Экспорт только на этом маслоэкстракционном заводе вырос на 11 процентов. Китайский рынок пока закрыт для молока, сыра и мяса продуктов. Однако в прошлом году Алтай один из четырех российских регионов, в котором открыли поставки зерна и продуктов его переработки. Выгода от этого очевидна. Мы это чувствуем уже и на себе. Еще больше мы это чувствуем на сопредельных к нам территориях. Например, надеюсь, в перспективе это крупнейший наш будет покупатель продукции переработки сельского хозяйства Китайская Народная Республика. В Барнауле есть китайский союз. Очень большой помогает. А потом у нас есть очень хорошее сотрудничество. Контрагенты из Китая в Барнауле выбирают продукты на продуктовом форуме. Но торговля улица с двусторонним движением. Наш человек в китайском Шэньчжэне и Гуанчжоу Артем Джданов уже восемь лет отсоединяет интересы китайского и российского бизнеса. И он тоже на Алтайпродмаркете. Я из Сибири, из Алтайского края. В Барнауле у нас в Алтайском университете открылась регионоведенная специальность. Китай, в общем, все о Китае. Тогда я вообще о нем ничего не знал, но думал, почему нет? Вроде он развивается быстро, за Китаем будущее. И я знал, что если я выучу китайский язык, в то время, по крайней мере, мало людей владело им, то я точно не пропаду с китайским языком и найду работу как минимум переводчиком. Точнее всего Алтайпродмаркета пишет фраза «магазин для магазинов». Образцы продукции на форуме представили 90 алтайских поставщиков. Магия цифр для одного из участников. Алтайский маслосырзавод в эти дни отметил 90-летие. Накануне он открылся вновь после кардинального обновления оборудования и технологий. Линия, которая у нас работает и упаковка, позволяет хранить 6 месяцев срок хранения данного продукта. Причем с ним ничего не происходит и он хранится при обычной плюсовой температуре. Задача вести далеко, сохраняя исходное качество. Компания «Алтайхлеб» может продавать выпеченный на Алтае хлеб с доставкой в горячем, свежем виде за 5000 километров. «Технология «Портбейк», то есть хлеб готов на 90%. Такая технология шелковой заморозки позволяет нам хлебобудочные изделия поставлять по всей России. То есть география нашего присутствия не заканчивает Алтайским краем. Это и Москва, это и Петербург, это и Владивосток». Это новейшая европейская технология и весьма дорогое оборудование, которое позволяет практически мгновенно перестраивать производство под запросы потребителей. «Подешевела гречка, поэтому у нас сейчас самым популярным, наверное, будет хлеб с гречихой. Мы быстро отреагировали на изменения на рынке, поэтому вот у нас вот такие вот новинки. Хлеб с гречкой, хлеб с клюквой, то есть все наше местное алтайское». Задачей первого продуктового форума, который прошел в 2014 году, было познакомить алтайских производителей с крупными продавцами. «Давайте работать, давайте прекращать делать вид. Это делание вида приведет к тому, что тот же импорт только хуже и дороже зайдет к нам с другой стороны». Второй агропродмаркет прошел через год. На нем предлагались продукты для полноценного импортозамещения, как по содержанию, так и по форме. «Очень хорошо, что в Алтайском крае, на этой благодатной земле, сошлись два интереса. Руководство края организовывает уже в третий раз такое мероприятие, а бизнес-сообщество проявляет очень активный интерес к этому». Традиционно аграрный Алтай поставляет продукты на Дальний Восток. В селе Красногорск Тамаринского района Сахалина накануне вступил в строй завод готовой еды. Оборудование и технологии упаковки завезли из Германии. Теперь ищут достойное сырье. «Мы хотим закупать крупы, хотим найти какие-то добавки для молочных йогуртов, то есть натуральные, опять же, хочу уточнить добавки. Также мы хотим найти себе поставщиков мяса алтайского, потому что я знаю, что алтайское мясо очень вкусное здесь мясо. Также мы хотим найти муку высшего сорта, то есть, ну, бакалея, можно так грубо сказать, растительная масса больших объемов». Магнит, Ашан, Метро, Окея и Лента. Представителям торговых сетей теперь не обязательно ехать в Барнаул для заключения контрактов. «Алтайпродмаркет» запустил в работу виртуальную торговую площадку на сайте altayprod.ru. «Нам открывается сайт «Алтайские продукты». Все очень просто, удобно. В режиме реального времени любой покупатель может выбрать товар поставщика и связаться с отделами продаж. Таким образом, скорость сбора, обработки информации, принятия решения сделки значительно возрастает». Сайт рассчитан на оптовиков, поэтому вместо цены и кнопки «Купить» здесь надпись «Связаться с поставщиком». «Москва, Московская область очень активно заходит. Это и Македония, и Канада, это и Узбекистан, Франция, Австрия, Израиль, Испания, Чехия, Турция, Эстония. Хоть раз, но отметились на нашем сайте. То есть их продукция наша интересует. Из зарубежных потребителей, покупателей чаще всего к нам на сайт заходят посетители из Казахстана и из Китайской народной республики». Алтайские продукты – это не только мед, сыр, мука и макароны. Сплав новейших разработок селекционеров и самых современных агротехнологий приводит к уникальным результатам. «В этом картофеле содержание антиоксидантов такое же, как в чернике или в красном винограде. Но если 400 грамм черники мы не сможем съесть, а съесть клубень картофеля, который фактически ничем по вкусу не отличается, но содержит такое количество полезных веществ, намного приятнее». Это сорт витамин. Есть еще картофель панда, морковь, свекла, капуста, лук. В этом году на полях Косихинского, Павловского и Первомайского районов вырастили, вымыли и расфасовали более 14,5 тысяч тонн овощей. «В наш кооператив входят 4 дольщика, они все фермера. То есть огромный опыт у каждого из нас, то, что касается овощей». «Снабженческо-сбытовые сельхозпотребкооперативы. Они производят мраморную говядину, собирают мед, варят сыр по классическим рецептам. Из него же плетут косички». «У нас и потребители абсолютно разные. Вы же понимаете, что на заводе с переработкой в 700 тонн молока никто косички не будет сидеть, плести. То есть это всем понятно. То есть это вот наши ниши, где небольшие и малые предприятия могут себя проявить». Кооперативы производят качественно, но мало. Сетевики же требуют объема и ритмичность поставок. Что можно обеспечить объединением? Это стало незапланированным результатом продуктового форума. Четыре мощных производителя решили работать под общим брендом «Крестьянское подворье Алтая». «Именно здесь, на выставке «Алтайпродмаркет» рождается объединение кооператив второго уровня, который будет представлять продукцию всех алтайских кооперативов. Собственно, это не только один вид, допустим, молоко, сыры, а вся линейка продукции. И все это можно будет не просто в каких-то отдельных фермерских магазинах купить, а в обычных сетевых больших магазинах». Кооперативы предлагают пайщикам не молочные реки с кисельными берегами, а тяжелый труд больше прежнего с минимальной оплатой, но зато с перспективой на будущее. Так жители нескольких сел в Смоленском районе объединились, чтобы построить свой собственный молокозавод. В том, что стать миллионером не решение, а только начало проблем, фермер Игорь Леньков убедился в прошлом году. Получил государственный грант полтора миллиона рублей, на них в поселке Ленинский построил загоны, купил корма, коров и теперь каждый день решает, куда бы сбыть свежее молоко от 32 буренок. Желающих его купить много, но за полцены. Поэтому возит в БИСК сам, каждый день наматывая туда-обратно по 60 километров. «Мы давно очень знакомы. Он решил сделать кооператив. Приехал и сказал, вот можно тебя позвать в кооператив». «На забор привезли на тебя». «Обозначил, что здесь место стройки». Это Евгений Колыванов. Все начиналось с мечты, но никто не посмеет его назвать мечтателем. Идея строительства молокозавода в Смоленском районе подтверждена проектом, сметой и планами принимать на переработку до трех тонн сборного сырья. «С этой части молока мы сделаем кисломолочный продукт, кефир или йогурт какой-то. С этой части молока мы будем бутылированное молоко производить». Новое, хорошо забытое старое. В Смоленском районе раньше перерабатывали молоко. И новый кооператив получил в наследство довольно качественное оборудование. «Ну а что нужно емкости? Чтобы она была целая, не худая». Пайщики кооператива – люди небогатые. Тем не менее, совместно собрали на свой мини-завод половину суммы – 4 миллиона рублей. Их усилия поддержали власти края. Выдали грант в 3 миллиона с правом второго транша после отчета о работе. «Деятельность по переработке молока именно в форме кооператива, она поддерживается государством, будут нам оказывать поддержку». В планах кооператива – расчистка площадки, заливка фундамента, завершение стройки в августе и ровно через год запуск молокозавода. Тогда ежедневный молочный маршрут фермера Ленькова сократится с 60 до 16 километров. За последние три года в рамках программы поддержки снабженческо-сбытовой сельхозкооперации власти выплатили больше 78 миллионов рублей. Их распределили на 5 новых кооперативов. Между тем, уборка в крае все еще продолжается. Самая поздняя культура – подсолнечник – убрана с 80% площадей. В сравнении с прошлым годом в это же время было обмолочено 67% посевов. По оперативной информации, к началу зимы аграрии края с 460 тысяч гектаров получили 507 тысяч тонн масла семян. В хозяйстве Алтай Агрокомплекс-центр на уборке трудится один из претендентов на главный приз краевого трудового соревнования среди механизаторов. Сергей Беспалов получил новый комбайн и на нем ежедневно увеличивает свой личный показатель на молото. Гектар по 20-30. На комбайн выходит и так. А бункеров сколько выгружаете? До 20 бункеров бывает, что выходит. По-разному. Сейчас на улице прохладно, а внутри комбайна как? Комфортно, тепло. Почему вы так запросите? Потому что все оборудовано. Стоит печка. Очень тепло, хорошо. На этом пока все. Желаю вашим семьям здоровья, домам, богатства, полям урожая. До краевого праздника работников АПК и отрасли переработки остается меньше недели. Там мы узнаем имена победителей трудового соревнования. Общий призовой фонд аграриям превышает 20 миллионов рублей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова